Пожалуйста, Лидия Солкуцан, 1-й Приднестровский. Лидия Солкуцан, 1-й Приднестровский. Позвольте от квартирного вопроса перейти к здравоохранению, к медицине. Не менее остро стоит проблема, потому что складывается ощущение, что у наших приднестровцев просто через некоторое время будет некому лечить. Врачи увольняются, младший медперсонал увольняется, а сами пациенты недовольны качеством услуг. Как Вы видите разрешение этой ситуации? Да, Лидия, Вы нарисовали такую картину маслом, темными красками чуть-чуть. Есть, конечно, масса полутонов, и я знаю эти проблемы. Всегда я их называл, с этим говоря, притом честно называл, бронос, беответственность. Но все-таки я хочу отметить, на самом деле, как я отношусь к этим проблемам и назвать их, естественно, какие есть проблемы в Приднестровье. Но опять же, что касается сравнения. Вот есть здравоохранение Молдовы, есть здравоохранение Приднестровья. Конечно, здравоохранение Молдовы выше. Я говорю это абсолютно объективно. Вот что есть, то есть. Выше. Пока. Выше. Почему так? Ну, потому что в здравоохранение Молдовы вливали всевозможные денежные средства, начнем с того, сторонние денежные средства, именно внешней помощи, в том числе и европейской. В здравоохранение Приднестровья никто денежные средства в таком объеме никогда не вкладывал. Поэтому в том-то и разница. Но тем не менее, даже с точки зрения успешности, якобы, здравоохранения Молдовы, вот в прошлом году, в прошлом году, в Молдове уволилось 3200 врачей высшей квалификации. Ну, квалификации, да. То есть это не медбратья и медсестры, это именно врачи. 3200 уволилось и уехало из Молдовы работать в иные государства. Казалось бы, почему так? Казарпата вроде бы неплохая, но всегда человек ищет где лучше, это 100%. Те же процессы, они могут протекать и иметь место и здесь, в Приднестровье. Так и есть. Поэтому мы, конечно, должны создать условия и для врача, и для пациента. Нельзя думать о развитии здравоохранения только думая о пациенте. Нельзя развить здравоохранение в нужном аспекте, если думать только о враче. Это комплекс. Поэтому, конечно, поставлена задача Министерству здравоохранения по выработке соответствующей концепции развития здравоохранения. И она сейчас широко обсуждается на местах, в городах и районах. И вот я требовал именно как президент, чтобы данная концепция развития здравоохранения, она обсуждалась именно с людьми, со специалистами. И чтобы после этого широкого обсуждения уже были выработаны определенные параметры, определенная конкретная и конечная концепция развития здравоохранения и представленная президентом. Только после того, как эта концепция будет предметом обсуждения во всех городах и районах, во всех общественных организациях в том числе. Это правильно. Я же не специалист в этой области. Я хочу послушать, какая специалистов, чтобы каждый высказал свое мнение. Пусть даже где-то на эмоциях, но все равно это мнение. Для меня развитие здравоохранения существует в следующих базовых составляющих. Это первое, капитальное вложение, естественно. Конечно же, капитальное вложение, по что мы и говорим. Это вложение, естественно, в технику, в обновление технической возможности здравоохранения. Это начиная от скальпеля, заканчивая каретой скорой помощи, образно говоря. Вот. Второй момент. Третий элемент – это кадры. Это вузовское образование и послевузовское образование, которое должно даваться здесь, в Приднестровье. В том числе и послевузовское образование, повышение квалификации. В необходимых случаях, конечно, надо отправлять за пределы Приднестровья, когда необходимы точные специалисты. И, конечно же, достойное материальное стимулирование врачей. Вот, в принципе, весь комплекс. Во все эти четыре составляющих и входит вся концепция развития, в принципе, здравоохранения в Приднестровье. Но уже кое-что сделано, Лидия. Вот, если взять уровень смертности и причинно-следственные связи. На первом месте стоит проблема сердечно-сосудистая, сердечно-сосудистых заболеваний. Первое место. Второе место – это онкозаболевания в нашей республике. Третье место – это желудочно-кишечная инфекция и так далее. А потом все остальное. Вот, наверное, из этой статистики надо как-то и влиять. Что касается онко, есть программа по онко, онкоцентры и так далее. Люди работают в этом направлении. Ну вот, мы столкнулись с проблемой именно сердечно-сосудистых, да, заболеваний, летальных исходов. И без соответствующей техники, и без соответствующих специалистов, ангиографа и так далее, это сделать невозможно. И, к сожалению, вот даже за год это сделать невозможно. За два года это сделать невозможно. Вот соседние государства, как Молдова, двигалось по этой проблеме, чтобы ее решить четыре года. Они четыре года приобретали оборудование и четыре года лечили специалистов. Но за эти четыре года люди-то умирают. В общем, проблема. Поэтому пошли по другому пути. Пошли по пути заключения договорных отношений именно с клиниками в Молдове, в Кищеневе, которые производят оперативное вмешательство по соответствующей болезням, именно инфаркт, и спасают людей. За буквально полгода, как эта система стала работать в Приднестровье, спасено порядка 160 жизней приднестровцев. При этом государство оплачивает. Это дорогостоящие операции. Где-то от 30 до 50 тысяч лей каждое. Оперативное вмешательство по шунтированию и так далее. Так вот, мы оплачиваем. Это человек делает не за свой счет. В этом, наверное, есть успех. 160 жизней, извините. Это люди. Это жизни. Это близкие, которых лишены этой трагедии. Слава Богу. Мы, конечно, будем идти, Александр Владимирович, в пути, приобретение, конечно, ангиографа, сказать по нашим возможностям и обучению людей. Но пока мы к этому будем идти, чтобы люди у нас по этой причине не умирали. Поэтому большое спасибо авторам этой идеи. И спасибо за реализацию. Это факт. Это люди. Мы сейчас говорим не о деньгах, а о людях. Это разные вещи. Конечно, надо брать на контроль, естественно, все эти процессы. Чтобы было качество соответствующее. Но, думаю, пока все по контролям. Да. Но чтобы доставить человека в больницу, чтобы его спасти, есть определенные параметры. И вот молдавские специалисты из клиник говорят, нам необходимо, чтобы в течение часа доставили человека. Ну, максимум, там, полтора часа. Здесь 70 ситуаций. Вот. И, конечно, мы стали перед дилеммой, а в принципе условиям, мультиматумом таким, как приобретение коррекции скорой помощи. Хороших коррекции скорой помощи, которые способны доставить оперативно человека в соответствующую клинику. Мы их приобрели, опять же, в этом году приобрели. И благодаря этому люди-то и спасаются, спасают их жизни. Это хорошо. То есть, все идет постепенно. Я уже говорил о количестве отремонтированных больниц, клиник и ФАПов, в том числе и сельской местности. Всего, по-моему, 38, да, чтобы быть более точным. И на следующий год мы планируем тоже ремонтировать клиники и больницы. И также бюджетом нашей республики заложены денежные средства на приобретение соответствующего медицинского оборудования. И что бы хотел попросить и Верховного Совета, у вас есть органы контроля, такие как счетная палата, чтобы счетная палата периодически проверяла именно эффективность этого оборудования, которое приобретается за счет бюджета в нашей республике. Если мы приобретаем, оно должно работать. Это правильно, да? Периодически, раз в год хотя бы и так далее. Кроме того, не надо забывать про формы народного контроля, приобщать, Александр Владимирович, эти формы народного контроля. Я знаю, что вы это делаете, и надо продолжить в этом плане. И тогда у нас будет результат. Поэтому, Лидия, это сложная система, это комплекс. Это комплекс. Но, наверное, в основе любой концепции, в основе любого механизма лежит душа и элементарные человеческие отношения. Поэтому я, как президент, всегда требовал и буду требовать от любого чиновника, вот от любого, от себя лично, от всех, кто находится в этом зале, и не только, нормального человеческого отношения к людям. Да, люди есть разные. с расстройствами определенными, да, со своим характером, со своими обидами. Но они и люди. Это нормально, к этому надо быть всегда готовы. И никогда, ну, не воспринимать болезненно даже поведение людей. это нормально. Поэтому, конечно, любой врач, да не только врач, должен относиться к больному человеку с пониманием и с душой. Без чеванства и ханства. Вот и все. Как любой чиновник, по большому счету. Любой чиновник. Поэтому, я думаю, если мы будем планомерно идти в этом развитии, когда мы сформируем нормальную, слаженную систему аппарата здравоохранения, когда будем требовать исполнения тот же концепт, который, конечно, будет принят в нашем государстве, я думаю, многое поменяется. Уже, уже, слава Богу, кое-что есть. Но мы должны, естественно, расширить данный успех. Спасибо. Телеканал свободного выбора Ирина Левицкая. Ирина Левицкая, телеканал ТСВ. Вадим Николаевич, предприниматели услышали Ваши идеи по развитию туризма и имиджа республики, в которой безопасно, вкусно, интересно. И сейчас есть идеи, предложения, где уже частные компании хотят заниматься созданием так называемых точек притяжения для туристов. Вы встречались. И вот такой вопрос. Ваше отношение к частным инициативам по привлечению туристов? Спасибо, Ирина. Вообще, что касается туризма, это одно из необходимых направлений развития Приднестровья. Не только с точки зрения какой-то рентабельности, прибыльности и так далее, а с точки зрения информационной составляющей в отношении Приднестровья. Помните, я в 1917 году говорил о том, что вот откройте, пожалуйста, Яндекс, любой поисковик, оберите Приднестровье, и что вы получите? Памятник Ленину, танк Т-34, военный парад и фотографии боевых действий 1992 года. Но это же не все Приднестровье. Да, это наша история, конечно же, и мы ее помним и гордимся ей, но есть и другое, есть дети, есть наши культурные, природные, исторические памятники, есть развитие. Почему этого нет? И благодаря именно туризму, и мы уже, наверное, совершили прорыв в этой области, в туристической области. В разы у нас увеличились туристы, которые прибывают в Приднестровье. Мы улучшаем и смягчаем прохождение всех таможенных пограничных процедур для данной категории граждан. Мы заинтересованы именно в открытости Приднестровья для туристов. Конечно, мы заинтересованы иминициативами, которые идут изнутри. И определенные предприниматели, я им благодарен, они выступают с этими инициативами. И что было предложено? Ведь Приднестровье реально богато не только своей культурой и историей, а, наверное, своей природой, своими хорошими продуктами и питаниями. Многие, приезжая в Приднестровье, из Москвы, и не только, из Европы, говорят, что у вас натуральная пища, мы давно уже такое не видим. А если она есть, так она стоит больших денег в каких-то определенных хабах в Москве или в Европе. А у вас это вот здесь, на рынке. Когда наши гости попадают на зеленый рынок, они просто в шоке от обилия, от красоты, от удобства и так далее. Они скептически на нас смотрят. Как же у вас блокада, если у вас так. Это друг с другом не связано, это наши внутренние производители. Но, тем не менее, это надо показать, это надо культивировать. И этого тоже хотят люди. И почему в этой области не развить туризм, уверяя вас, не только едут на море купаться. Достаточно речки Днестр, достаточно бассейнов и хорошего отдыха, хорошего солнца, хорошего питания. Вот и все. Это удобство. Поэтому, вот предложение, допустим, которое поступило, это просто как предложение, пока это все немножко несерьезно, потому что как бы озвучили и все. Но предложение, в принципе, неплохое. Речь идет о сельскохозяйственном туризме. О сельском туризме. Это хорошая область и хорошее направление для развития. И было предложено, вот есть у нас село Бычок и Красногорка, и вот между этими селами великолепное место для вот такого туристического центра. именно сельского туризма. В чем суть? Там, конечно, ну, хорошие места, красивые места, эти обрывистая часть, острова на речке Днестр и так далее. И вот там построят именно туристические объекты для сельхозбизнеса. То есть, например, дом русской кухни, украинской, молдавской кухни, какую-то пивоварню, какую-то коптильню, какой-то, еще, так сказать, элемент именно туризма. И я уверяю вас, если это все сделать красиво и интересно в стиле одном, да, в нашем стиле, в преднестровском стиле, конечно, это будет привлекать не только туристов извне, это будет привлекать любого гражданина нашего государства, который хочет просто поехать и там поприсутствовать. Вот. Поэтому, если есть такая инициатива предпринимателей, мы ее принимаем в любом случае и готовы совместно, совместно, идти в этом направлении. Но именно совместно. Мы кое-что сделаем от государства в виде помощи, какие-то вопросы коммуникации в том числе, а, конечно, за ними все остальное, их инвестиции. Это как один из элементов. Поэтому я всегда приветствую любую инициативу, любую инициативу, которая идет именно от преднестровцев. Более того, что касается, ладно, этого, допустим, хаба туристического, речь идет просто о развитии сельского туризма в нашей республике. У нас великолепные виноградники, великолепные поля, лавандовые поля, у нас великолепные фермы по производству молока. И все это заслуживает внимания. Хорошее вино, хорошие напитки. Поэтому везде надо выстраивать данную инфраструктуру. Она будет привлекать людей. Люди за этим едут, едут, понимаете? За этим бытом, за этим черным хлебом, за этим домашним вином едут, со всего мира едут разные уголки нашего земного шара. И мы должны создать условия и к нам приедут, уверяю вас. Поэтому в этом есть и понятие туристического прорыва. И мы его сделали. И сделали уже. И информационного прорыва в том числе. Поэтому, конечно, при Министерстве экономического развития у нас есть целое подразделение, которое будет заниматься туризмом. Сейчас готовятся сайты по туризму, карты соответствующие, паспорта туристов и так далее. Это развитие. Это совсем новая страница в истории Приднестрова. Спасибо. Пожалуйста, Сюзанна Авакян. Здравствуйте, Вадим Николаевич. Сюзанна Авакян, Первый Приднестровский телеканал. Хотелось бы продолжить немного тему туризма. Не так давно в Приднестровье приезжал известный российский дизайнер Артемий Лебедев. Его студия займется разработкой логотипа, или как мы еще называем, бренда Приднестровья. Так вот вопрос. Что для вас значит бренд Приднестровья, и интересно ли вам, что он рисует Лебедев, учитывая его прошлые работы? Спасибо. Да, Артемий креативный человек. Заметно. У него много великолепных работ, логотипов, авторских прав. Я не знаю, что придумывает Артемий. Я, кстати, не навязывал свои мысли. Абсолютно хочу посмотреть, что он предложит. У меня есть тот символ, который символизирует именно Приднестровье. Это генериалисово Суворов. Вот лично для меня. Тот человек, который основал, по сути дела, Террасполь, основал малороссийский край на этой земле, наверное, это самый главный символ Приднестровья. Ну, для меня лично. Это Суворов. Есть другие символы, конечно же. Вот. В той или иной степени. Хочется послушать мнение креативного человека. Вот. Поэтому, ну, посмотрим. Посмотрим. Пусть он предоставит свои мысли. Мы озвучим свои рекомендации. Может, придем к хорошему общему пониманию. И выработаем именно символ Приднестровья, который будет представлен в той или иной форме. Вот. Наверное, вот так. Пожалуйста, Алиса Каханова. Алиса Каханова, газета Гомин. В продолжение темы Лидии Солкуцан, почти что. Вот сегодня я ехала в маршрутке, и водитель маршрутного такси оказался такой разговорчивый. И тоже люди затронули тему здоровья и спорта. Так вот, он говорит, я не хочу обращаться к нашим врачам, но я уже 20 лет занимаюсь спортом, и в любую погоду плаваю в Днестре. Как раз я вспомнилась и с этим, что на следующий год Год Здоровья. Насколько станет доступным занятие физической культурой гражданам нашей республики? Спасибо. Спасибо. Ну, оно и так доступно, и без Года Здоровья. Присаживайтесь, я хочу немножко также раскрыть данный ответ, в чем связан Год Здоровья. Иногда, когда человек обращается к врачу, уже и поздно. Человек курит 50 лет, приходит и жалуется на легкие, к примеру, да? Да, это его вредная привычка, а там уже спасать что-то очень сложно. Либо злоупотребляет чем-то, либо ведет нездоровый образ жизни. Поэтому врач это уже потом. А вначале надо думать о себе, о своем здоровье самому. Правильно, вот этот человек сказал, что он занимается спортом и абсолютно, наверное, идет в нормальном фарватере именно отношение лично к своему здоровью самим собой. По-другому нельзя. Я тоже занимаюсь спортом и постоянно хожу на речку, я, правда, не плаваю, а грибу на лодке вместе с супругой, и это тоже хорошо. Тренировки не прекращаются, любую погоду в том числе. Тоже я хочу ходить не к врачам и все-таки хочу заниматься спортом. Поэтому год здоровья охватывает понятие не только здравоохранения, он охватывает здоровый образ жизни в первую очередь и здравоохранение в том числе. И, исходя из этого, конечно, у нас идет концепция именно строительства спортивных площадок, спортивных секций, стадионов, футбольных полей. Вот хорошо уже пошел такое направление, я считаю, что прекрасно, мы просто его вспомнили, вернули, это движение «Кожаный мяч», где все школьные коллективы играют на соответствующем чемпионате, уже осенняя стадия закончилась, будет весенняя стадия, будет выявлен чемпион, ставятся футбольные площадки в этой связи и так далее, идет развитие. Вот в Бупале и Венбаре в Бондарах будет открыт городской бассейн, это долго ждали бондарчане этого события, строится центр гражданого спорта, ну и так далее. Вот, в любом случае мы поддерживаем спортивные секции, именно государство платит зарплаты тренерскому составу, тренерскому, преподавательскому составу, обеспечивает школы, и в этом есть хорошее движение. Я уже говорил об успехах наших спортсменов, а это и есть уже как бы следствие нашей работы. В этом году открыто училище Олимпийского резерва, где именно наиболее талантливые наши ребята, наши девчонки Приднестровья, могут без отрыва от учебы заниматься спортом и показывать высокий результат нашей республики. Это весь комплекс. Поэтому я всех призываю заниматься спортом и вести здоровый образ жизни в нашей республике, что неразрывно скажется в конечном итоге на здоровье Приднестровского народа в целом. Спасибо. Юлия Саракапут, Первый Приднестровский. Юлия Саракапут, Первый Приднестровский. Вадим Николаевич, вы уже сказали, что у нас очень много талантливых спортсменов, но, к сожалению, имеет место быть такая ситуация, что очень много молодежи отбирается на чемпионаты Европы, мира, но, к сожалению, нет денег, ребята не могут выехать. Вот как быть в такой ситуации? И еще один вопрос по объектам. Республика становится все спортивнее. На пустырях мы видим новые площадки, оборудование для воркаута, но стоит, грустит и ждет в своей очереди республиканский стадион. Работы уже начались и, насколько мы понимаем, заморозилась стройка. Вот когда планируете продолжить работы по реконструкции республиканского стадиона в Террасполе? Спасибо. Да, Юлия. Ну, давайте я начну со стадиона. Это очень значимый объект для спорта в городе Террасполе, вообще в нашей республике. Стадион. Кроме того, стадион находится в центре спортивных объектов. Это школа и по боксу, и по борьбе, и уже и бассейн, и хоккейный стадион, то есть каток. И сзади уже построена другая спортивная арена, футбольная арена, по мини-футболу. И, конечно, уже время требует ремонта и центрального стадиона. И в прошлом году мы накрыли центральную трибуну. И все-таки есть желание его отремонтировать, довести его до ума полностью, сделать его легкоатлетическим футбольным стадионом, чтобы там занимались не только футболисты, но и все спортивные секции, традиционно, которые занимались именно на этом объекте. Чтобы в Террасполе появилась, помимо команды Шериф футбольной, это очень важно, но и своя городская команда, это тоже хорошо, это хорошая конкуренция. Как она будет называться, посмотрим. Ее надо будет создавать. Когда? Ну, планы есть на 2021 год. В 2021 году. В 2020 году все-таки мы отдали приоритеты тем объектам, которые мы назвали, это объекты здравоохранения, дошкольные и школьные объекты, и инфраструктура. А вот 2021 год все-таки, я надеюсь, закончить и стадион, начать и закончить в 2021 году именно стадион города Тирасполь. Вот такая вот как бы идея и есть. Что касается именно другой составляющей, реально, наши ребята выезжают на чемпионаты мира, Европы, и не все могут, мы там помогаем иногда в меру наших сил и возможностей. Но в чем здесь момент есть, Юлия? Надо быть все-таки справедливым до конца и понимать, что к сожалению, к сожалению, наши спецсмены не могут защищать интересы только Приднестровья на международных стартах ввиду нашей непризнанности. Поэтому наши ребята выступают либо за Российскую Федерацию, либо за Молдову, либо за Украину, либо за иные государства. Так вот, очень бы хотелось их участия здесь. То есть мы-то здесь тренируем ребят, учим в школе Олимпийского резерва, тратим наши бюджетные средства, а когда они защищают чей-то флаг, я понимаю это необходимость, но хочется участия именно и какой-то стороны в том числе. Конечно, мы помогаем и будем помогать в любом случае, но такой активной помощи, кроме как российской, я вот как бы мало наблюдаю. Чуть Молдова где-то там заинтересованы, но тоже в малой степени. Людмила Солтан, газета Деворонистрян, но уже простите. У нас разработаны стратегии развития республики, у нас принят закон об инвестициях, у нас очень много сделано для того, чтобы мы повысили инвестиционную привлекательность нашей республики. Есть у нас успехи в этом направлении, интересно мы стали инвестором. Конечно, без инвестиций невозможно думать о развитии. Невозможно думать о развитии новых производств и создании новых рабочих мест. Но я уже коснусь итогов и скажу определенные результаты. Конечно, без законодательной базы это сделать тоже невозможно, поэтому тот закон об инвестиции, который принят в Верховном Совете по инициативе правительства, это является основой инвестиций. То есть мы гарантируем инвесторов те или иные правила игры, которые полностью их удовлетворяют. Это первое. Второй момент, что касается процентных показателей, да, у нас есть рост инвестиционной активности. Это видно в процентах. Как в 2018, так и в 2019 году. У нас прошел большой инвестиционный форум, где присутствовало сколько государств? 20 государств, да. 20 государств участвовали в этом форуме, именно в лице своих коммерческих представителей, которые заключали определенные договора именно с нашими субъектами и с правительством в том числе. Вот. Ну и, конечно, как итоговый момент это создание рабочих мест у новых производств. За уже три года, ну, не полных три года, мы создали в республике 13 500 рабочих мест. Именно в реальном секторе экономики, в реальном секторе экономики мы бюджет сюда не подключаем, рабочие места те не учитываем. Именно в реальном секторе экономики 13 500 рабочих мест. Много это или мало для Приднестровья, но все поздается в сравнении. Вот холдинг фирмы «Шериф», они тоже одни из инвесторов основных нашей республики, наверное, может быть и основные. За время своей деятельности они создали 22 новых производств и они создали всего 15 тысяч рабочих мест в республике. Мы создали 13 500, да, то есть, вот приближаемся, есть показатель, да, то есть, это, наверное, много. То есть, по рабочим местам это вторая фирма, грубо говоря, холдинг «Шериф», это хорошо. И будем двигаться в этом направлении. Есть, конечно, там другие нюансы, не всегда рабочее место занимается рабочим человеком, к сожалению, да, то есть, здесь я могу поговорить о дуальном образовании, вообще, об образовании специализированном в нашей республике, но, тем не менее, инвестиционная активность, она имеется. И буквально вот до совещания вот с Александром Владимировичем, с обладником Сергеем Анатольевичем мы тоже встречались у меня в кабинете с предполагаемым инвестором, уже из Российской Федерации. Не буду его называть, это не стоит этого делать раньше времени, но, тем не менее, эти встречи, в принципе, постоянны. Приднестровье находится в удобном, скажем, географическом положении, мимо нас проходят всевозможные логистические магистрали, в том числе энергетические, конечно, это предполагает интерес, а еще плюс законодательство, и устоявшиеся законы и конституция, внутренний порядок государства, это стимулирует. Поэтому я думаю о хорошем развитии именно инвестиций в Приднестровье. А, конечно, данные инвестиции влияют на все остальное, и на рабочие места, и на производство, и на зарплаты, и на пенсии, в том числе. Да, пожалуйста, давайте дадим слово девушке, вот рядом с коллегой из Министерства обороны. Четвертый ряд. Да. Спасибо. Светлана Кровец, газета профсоюзы Приднестровья. Уважаемый Вадим Николаевич, согласно закону Приднестровской Молдавской Республики об оплате труда работникам бюджетной сферы и денежного довольствия военнослужащих установлены размеры расчетных уровней заработной платы по годам. Однако в принятом бюджете на 2020 год эти параметры не учтены. Также не учтен уровень инфляции. Скажите, пожалуйста, что планируется сделать в вопросе повышения заработной платы работникам бюджетной сферы в 2020 году? И еще вопрос. Получаете ли вы газету профсоюзы Приднестровья? Я хотела бы вам передать два последних номера, чтобы вы с ними ознакомились. Спасибо за внимание. Я хочу вам сказать тоже свою благодарность отнести за то, что вы стали выпускать газету. Она выходит в инфраструкционное пространство нашей республики. Выпадаете на мой стол, не переживайте. И ваша забота о благосостоянии работников бюджетной сферы тоже говорит о том, что вы не посторонний человек. Вы заботитесь об этом, и это, наверное, очень хорошо. Я выскажу свое мнение. И, кстати говоря, это мнение выражено и в стратегии развития Приднестровья, и в программе, народной программе президента Приднестровской Молдавской Республики. И мы, конечно, найдем бы по пути повышения пенсии за родных вклад. И будем в этом направлении идти. Но я скажу так, что, конечно, мы должны быть людьми ответственными. Если мы принимаем законательные решения, мы в любом случае должны его исполнить. Независимо уже от каких-либо пресловутых внешних факторов. Но все-таки принятие решения зависит от внешнего фактора. У нас есть два вызова на сегодняшний день. Два вызова в Приднестровье. Это вопрос газовой составляющей и вопрос энергетической составляющей с точки зрения экспорта электроэнергии и заключения контракта. Это вызовы, которые надо учитывать при принятии решений определенных. Обратите внимание, такое могучее государство, как Российская Федерация, у них всегда есть оценка цены за нефть. Обращали внимание, да? И вот постоянно новости баррель нефти стоит столько-то, баррель нефти стоит столько-то и в зависимости от этого барреля нефти растет или падает курс рубля по отношению к доллару и выполняются те или иные социальные обязательства. Так это Россия. Они тоже зависят от какого-то внешнего фактора. Вот. Мы тоже зависят от внешнего фактора. У нас другие внешние факторы. Не баррель нефти напрямую от нас, конечно, не зависит сильно, а вот транзит газа и энергоконтракт зависят. Это правда. Поэтому надо быть ответственными людьми и я рад, что такими ответственными людьми оказалось и правительство, и Верховное Союз при принятии решений. Поэтому при преодолении этих вызовов, то есть это сохранение транзита газа, это заключение энергоконтракта на хороших условиях для Приднестровья, конечно же. Мы 100% просмотрим вопрос повышения пенсии и зарплат с 1 апреля текущего года в нужных параметрах. Вот примерно так. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Надежда Швец, 1-й Приднестровский. У меня вопрос по сельскому хозяйству. Я думаю, что это очень важно для нас отрасль, для нашей республики аграрной. Но в основном у нас развивается производство зерновых культур. Принимаются ли какие-то меры для расширения площадей овощных культур? И если да, то есть ли уже какие-то продвижения в этом направлении? Спасибо. Да. Ну, в целом, конечно, наш агропромышленный комплекс показывает устойчивый рост вклада ВВП внутреннего овалопродукта в Приднестровье. И проценты, в принципе, неплохие, хорошее движение идет. И я согласен с вами, что выращивание зерновых культур, оно преобладает в Приднестровье. Но почему так? Не потому, что сиххоз-производитель ленивый, им выгодно выращивается, сказать, зерновые культуры. Не совсем так. Это несправедливо было бы по отношению к нашим аграриям. Все дело в том, что нельзя выращивать допустим сад, выращивать сад либо там овощную культуру там, где нет орошения. Поэтому основа по большему счету производства именно тех культур, которые дают повышенную добавленную стоимость это орошение. Поэтому вот мы очень плотно работаем с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Вот. И эта программа она и есть по инвестированию в Приднестровье, помощи Приднестровье с точки зрения создания условий для орошаемости земель. Это и строительство соответствующих станций мелиоративных, это прокладка сетей мелиорации и, конечно же, там, где почвы будут под поливом, эти почвы будут использоваться исключительно под что? Под выращивание соответствующих культур, которые требуют орошения. Только так. Пока мы имеем следующую картину. Но хочу, конечно, все-таки настроить наших аграриев на то, чтобы постепенный переход даже в этих условиях должен быть. Надо вкладывать свои инвестиции в орошение. У нас очень маленькая оплата за воду, мы сделали это специально и без расширения сети именно орошения мы оплату за воду вынуждены будем пересмотреть. Если это будет расти именно орошаемость земель, то и цена на воду сохранится. Если орошаемость земель не будет расти и выращивать соответствующую культуру, то и плата за воду может быть пересмотрена. Это причинно-следственные связи. Более того, конечно, мы распространяем очень люботное кредитование для тех, кто заинтересован в выращивании косточковых садов либо иных овощных культур в нашей республике. Это все дает хорошую добавленную стоимость. Поэтому это комплексная проблема. Самое важное, что мы этот комплекс понимаем и видим. И работаем и с Российской Федерацией, и работаем с нашим внутренним производителем. Вот сейчас, к примеру, у нас засушливая летняя осень-зима, похожая больше на весну в республике. Всем, конечно, хорошо, а для аграриев не сладко. И все азимы культуры очень сильно пострадали. Поэтому я уже дал поручение разобраться с этим вопросом, где-то компенсировать им соответствующие потери. Хоть они зерновые, как говорится, но что же сделать. Более того, как я уже говорил, еще раз повторюсь, у нас очень мало земли в Приднестровье, и каждый метр должен возделываться по-хозяйски в Приднестровской Молдавской Республике. И, конечно же, недопустимо произрастание такой культуры, как амброзия. Сразу хочу всех предупредить. И министр сельского хозяйства, и руководителя госслужбы по экологии, в том числе, и всех аграриев, и глав администрации, если на наделах, которые находятся в пользовании наших аграриев, будет произрастать амброзия, данные наделы будут и заниматься у данных аграриев. Можно бороться с амброзией, и самый лучший вариант это борьба именно технического характера. Помните, я на каком-то совещании тоже говорил о том, что дал поручение, что все-таки изучили, как можно бороться с амброзией, вот и изучили. И сказали, что только можно его выкапывать хорошо, все, культивировать. Больше никак. Никакая химия там толком не будет действовать и так далее. Все дело в том, что корень у амброзии, слава богу, не глубокий, по-моему, там 8-10 сантиметров, поэтому если его с корнем изъять, амброзия больше не произрастает. То есть, это тот механический способ, который культивируется везде, не только в Приднестровье будет, но и за пределами нашей эскурики также борются с амброзией именно этим способом. Поэтому, поэтому, все-таки, Александр Владимирович, надо здесь снормативить, скажем так, эту задачу, и чтобы каждый аграрий понимал, что произрастание амброзии на его, в его, так сказать, участках его ответственности недопустимо. А если это будет происходить, будет изъятие земель и передача добросовестным землепользователям. Вот я тебе хочу закончить. Спасибо. Пожалуйста. Белета Ганина, Первый Приднестровский телеканал. Ну, раз уж мы говорили о рабочих местах и о том, как работает, сколько создается рабочих мест. Было недавно ваше поручение, и вы неоднократно подчеркивали, что нельзя сокращать людей. И вот было на днях поручение премьеру нашему о том, что нельзя сокращать людей на предприятиях естественных монополий, в частности, на филиалах, которые есть в наших районах. Как этого достичь и почему это важно? Ну, я хочу внести ясность, что не было никаких решений правительства с точки зрения сокращения людей и быть не могло. Речь идет об естественных монополиях. Это водоканал, хвост и электросети. И подняли проблему люди. То есть, ну, я, опять же, встречался в коллективах, обижал республику, и вот именно в Дубасарах, в Рыбнице люди говорили о том, что на местах сокращаются именно специалисты, технические специалисты, именно вот водоканал в хозах этих филиалах и в электросетях филиалах. Ну, конечно, еще раз говорю о том, что я дал повреждению Александру Дюричу Мартынову, чтобы он приостановил выполнение решений именно этих естественных монополий. Это нормально, это правильно. И пока мы не разберемся, что произошло. потому что идет разная информация, совершенно непонятная мне. И вот после данной пресс-конференции в этом зале я пригласил всех руководителей филиалов, останутся главы администрации, Александр Дюрич, вы останьтесь тоже. Я пригласил всех людей, которых якобы уволили, я хочу поговорить напрямую с этими людьми, и чтобы они посмотрели друг друга в глаза, и все-таки хочу для себя правду узнать, так это или не так. Но в любом случае все решения пока перестановлены, вот до выяснения ситуации, это правильно. Какое мое мнение? Конечно, любая структура должна быть динамична, динамична. Если, например, есть какая-то сверхкадровая насыщенность каких-то второстепенных специалистов, которые напрямую не влияют на производственный процесс, может быть, и надо сократить, может быть, да, может быть, в отделе кадров чтобы работало не пять человек, а два, ну, к примеру, да, это пусть решают, кому положено, но что касается именно рабочих специалистов, здесь сокращение недопустимо, просто недопустимо. Вот в этом моя концепция, в этом и условие. Поэтому буквально сегодня мы попытаемся выяснить ситуацию и поправить, если она нарушена, вот, во всяком случае разобраться. Вот такие решения о сокращении, они с кондачка, как говорится, решаться вообще не должны, вот, за всем должна стоять ответственная структура в лице того или иного министерства или ведомства. Поэтому я уже взял на себя данный вопрос, и я его доведу до ума. Спасибо. Пожалуйста. Анна Турченко, новости Приднестровья. Вадим Николаевич, в некоторых министерствах уже сейчас действуют пилотные проекты по повышению заработной платы сотрудника. В бюджете на следующий год указано, что такие проекты могут внедрять все министерства и ведомства. На Ваш взгляд, может ли такая мера дать реальный эффект в решение кадровой проблемы? Спасибо. Спасибо. Ну, мы уже можем сделать выводы, уже здесь опыт двухгодичной давности именно реализации пилотных проектов. И да, реально в некоторых министерствах, в некоторых ведомствах они реально доказали свою эффективность. Да, то есть произошло реальное повышение денежного содержания тех или иных работников бюджетной сферы. Да, но весь, вся суть пилотных проектов, к сожалению, касается именно того, что в масштабных министерствах это сделать весьма сложно. В более компактных министерствах и ведомствах сделать можно и разумно сделать, в более масштабных сложнее. Исходя из этого, правительство занимает весьма гибкую, на мой взгляд, извешенную позицию, даже если в масштабных подразделениях сделать частично, там сделать внутри пилотных проект, по каким-то отдельным подразделениям, но если есть хоть минимальная возможность создать условия для повышения денежного содержания, мы должны, наверное, по этому пути идти. Очень аккуратно идти, консервативно идти, чтобы у нас не получилось, как в той поговорке, лучше ворох хорошего. Вот, сдержанно идти. И в любом случае, под прикрытием закона, только путем закона мы имеем право вводить те или иные изменения именно существующих форм отношений между трудовым коллективом и государством. И, конечно, согласие президента, так оно и есть в законе о бюджете. Мы так, в принципе, и принимаем эту же позицию, поэтому решение принимается не просто президентом, не просто министром, а решение принимается и президентом, и правительством, и Верховным Советом. Это согласованная позиция. Это тот момент, вот, сдерживший противовес, который работает эффективно. Еще раз говорю о том, что если будет у меня минимальная возможность найти какой-то способ повышения денежного содержания, я, конечно, пойду в этом направлении. Спасибо. Пожалуйста, Лидия. Лидия Солкутсан, Первый Приднестровский. Уже представлялись. Вопрос может показаться несколько неожиданным, но он навеян событиями, инцидентом, страшным, который произошел вчера в России, когда неизвестный с огнестрельным оружием, проников в здание на Лубянке, в здание ФСБ, были жертвы, двое сотрудников силовых структур погибли. И здесь возникает непосредственно вопрос по ситуации с безопасностью у нас. Вадим Николаевич, как у нас с контролем за огнестрельным оружием? Спасибо. У нас хорошо, у соседей не очень. Но если серьезно, давайте поговорим вначале об инциденте, он просто показателен, которое произошло к сожалению в Российской Федерации, на Лубянке. Очень жаль тех сотрудников, которые погибли либо ранены. Это трагедия. 100%. И даже такое сильное государство, в котором высок уровень террористического противодействия, противодействия терроризму, даже там могут произойти вот эти к сожалению недобрые события. Конечно, вот я где-то в интернете уже там некоторые аж ликуют, понимаете. Что вы ликуете? Господи, это гибель людей. И уже обвиняют, что Россия не способна защитить людей, да способна Россия защитить людей. Я просто могу назвать некоторые цифры, да, они открытые цифры. В тех вот 90-х годах в Российской Федерации год совершалось до 200 терактов. На минуточку. в этом году доведено до логического завершения к сожалению 3 теракта в Российской Федерации. Более 30 предотвращено. Это говорит об эффективности работы правоохранительной системе и системе противодействия терроризму. И даже в этих условиях никто не застрахован. Нито не застрахован. Вот. И вот эта вот трагедия она вот тому примеру. Тому подтверждение. Поэтому мы находимся в такой ситуации где надо думать всегда об этом. И надо финансировать силовые структуры. Создавать соответствующие механизмы противодействия терроризму. И они созданы именно в республике. Но что касаемо оборота огнестрельного оружия у нас все огнестрельное оружие абсолютно учтено. А то оружие которое у нас могут купить граждане за всю историю его реализации гражданам ни один ствол нарезной не участвовал в криминальном в криминальных сводках. То есть в принципе то оружие которое приобретают люди люди приобретают оно не участвовало в преступлениях. Вот показатель. Это речь идет о том надо продавать оружие не надо. Да надо конечно продавать. Для защиты надо продавать. Потому что кто его приобретает не для защиты оно у них есть. А у человека то надо защититься надо дать такую возможность. Но не в этом то суть. В этом плане у нас все в порядке в государстве. Строгий учет, строгая система и строгий контроль. Но вот соседняя Украина. В результате трагедии которая произошла в Украине и в Российской Федерации это совместная трагедия. Я об этом всегда заявлял и буду заявлять. Но в результате это официальные уже данные так понимаю на руках 3 миллиона 200 тысяч стволов навязного огнестрельного оружия которое похищено в Украине. Представьте себе 3 миллиона 200 стволов. Это можно вооружить 2 или 3 российской армии и каждому дать автомат грубо говоря. А это проблема конечно. Это только оружие а боеприпасы а взрывчатка это вообще не исчисляется даже наверное миллиона гораздо больше наверное. Вот поэтому конечно когда мы говорим об укреплении пограничного контроля мы не должны говорить что это атрибут государства зеленая фуражка да нет это наша безопасность господа это наша безопасность поэтому те коллеги из Молдовы которые там иногда заявляют о необходимости ликвидации постов они просто не понимают что это безопасность людей в том числе и их которые проживают там в Молдове и мы как фильтр отсекаем может быть проникновение того же оружия на территорию Молдовы и будем отсекать поэтому посты есть и будут посты находиться оберегать нашу безопасность помимо атрибута атрибут это забытое прошлое даже существование нашей истории а это уже к сожалению жесткая реальность тех процессов которые притекают в соседних государствах поэтому конечно я нацеливаю личный состав наших правоохранителей именно на выявление на оперативную работу на жесткий контроль и буду нацеливать и конечно будем создавать системы на противодействие терроризму и уменьшение террористической опасности Приднестровья уважаемые коллеги мы работаем уже более двух часов поэтому предлагается крайний вопрос давайте вопрос не надо предлагать пусть люди задают вопрос пока есть руки будем сидеть главное чтобы люди не устали давайте девушка кто-то говорит устали Добрый день Татьяна Осипова радио Интер-ФМ хотелось бы вернуться к здравоохранению к проблеме туберкулеза эпидемии в республике лучше не становится что делать и каждый должен заниматься профилактикой самостоятельно спасибо да спасибо Татьяна да действительно с туберкулезом есть определенные сложности в части его распространения мы конечно влияем есть программа по борьбе с туберкулезом есть направление определенное и вот к сожалению вот оно еврейские интеграции которое строило строило и не достроило центр по борьбе с туберкулезом в Бандерах наверное вот если бы он все-таки работал было бы наверное проще в этой связи все-таки что такое центр по туберкулезу все больные которые болеют туберкулезом да но имеют другое заболевание посещают только это место эту клинику то есть они не заражают других людей вот в этом суть Значит, и на сегодняшний день уже поставлена задача попрямо на баланс всех недостроенных объектов, оно евразийской интеграции, на баланс именно преднестровья соответствующих субъектов, то будет балансосодержатель, и мы эти объекты сами достроим. Так получается, в том числе и туберкулезный центр. И я думаю, что с его пуском мы, конечно, во всяком случае, будем вести хорошую профилактику этой болезни. Она и сейчас ведется, конечно, и программы работают соответствующие, но надо идти и дальше. В том числе есть проблема именно в местах заключения. Там тоже необходимо строить больницу, именно на территории мест заключения. Всем понятно, что это категория риска. И, конечно, лечить людей в условиях содержания определенных соответствующих режимов. Эти задачи нам известны, мы по ним работаем. Спасибо. Пожалуйста, Сюзанна Аликен. Сюзанна Аликен, 1-й Приднестровский. Вадим Николаевич, хотелось бы немного поговорить о жизни в селах. В последние годы государство в этом направлении работает активно, но проблемы все еще есть. Где-то частично, где-то полностью отсутствует инфраструктура. Речь о разбитых дорогах, о проблемах с водой. Где-то нет аптек, магазинов и так далее. А в этих селах в основном живут пенсионеры. Так вот, когда до них дойдет прогресс? И в продолжение еще один вопрос. Тоже проблема сел, проблема общественного транспорта. Приведу пример. В некоторых селах, например, Новые Гаяны, Виноградные, Брождяны. Транспорт ходит либо раз в неделю, либо не ходит вообще. По сути, получается, жители этих населенных пунктов оторваны от республики. Каким вы видите решение этой проблемы? Спасибо. Да, важный вопрос. По статистике, в сельской местности проживает порядка трети нашего населения. Треть населения в сельской местности. И, конечно, подставить под сомнение, либо привести к уменьшению, либо уничтожить сельский уклад, категорически недопустимо. Это равносильная утрата преднестровской государственности в конечном итоге. Но, тем не менее, что надо для развития сельских территорий? Понятно, это развитие агропромышленного комплекса, само собой. Но я назову базовые элементы, которые должны существовать в каждом селе. Ну, практически в каждом селе. Это школа. Это детский сад. Это организация дополнительного школьного образования. Это спортивные секции. Это, конечно же, отремонтирован дом культуры, который является центром, чего я, в принципе, назвал. Это, конечно же, газ. Это вода. Это электросети, освещенность. Это, конечно, коммуникационное удобство с точки зрения транспортной логистики. Вот без этого, по сути своей, трудно представить. Конечно, рабочая веста инвестиций уже потом, но без этого трудно представить нормальное функционирование сельской местности. И вот и стратегия развития Приднестровья, и всевозможные программы, которые работают, в том числе и в фонде капитальных вложений, направлены именно на удовлетворение этих потребностей. Я приведу только некоторые цифры. Понятно, те, что проблемы вы назвали, я с ними знаком. Вот. Но все они одномоментно, к сожалению, решиться не могут. Но к этому надо стремиться. Я вижу на перспективу отремонтированные все наши дома культуры в сельской местности. Потому что это центры притяжения. Не говоря уже о детских садах, школах и так далее. Но я приведу просто некоторые цифры, чтобы вы просто понимали, какая работа была проведена за 2018-2019 год в части реализации конкретных программ, и в том числе и фондов капитальных вложений. По воде. Газ, слава Богу, проведен. Слава Богу. Да, практически везде есть газ. И домовладение обеспечено. Практически везде. Ну, есть, конечно, нюансы, но все нормально в этом плане. Остается вода. И в 2018-2019 годах стала реализовываться именно программа по воде для нашей сельской местности. И села почувствовали воду, именно водопровод, который никогда не был в сельской местности исторически. Сколько села существует? Там 100-200 лет. При советской власти не было воды. Только колодцы. Значит, заработала программа, и мы за 2018-2019 год потратили 20 миллионов рублей. Еще 5 миллионов – это, ну, внешние гранты. Исходя из чего, удалось привести, именно построить соответствующие станции, пробрить скважины и обеспечить водой 49 сел в нашей республике. Это Слобозейский, Каменский, Дубосарский, Гребринский и Рыбинский район. Вот. 49 сел. Ну, везде по-разному показатели идут. Есть конкретные села, я их обозначать не буду. И данная программа будет продолжена и в году 20-21. То есть мы идем по пути именно обеспечения водой всех наших сельских населенных пунктов. Что касается именно электрификации, не домовладений, понятно, они все электрифицированы, а именно хотя бы центральных улиц, либо второстепенных улиц сельской местности. Значит, за 2018-2019 год мы потратили, даже конкретную цифру скажу, более 10 миллионов рублей на электрификацию именно сельской местности, именно улиц. Это 170 километров проложено трасс соответствующих сетей, и 120 сел попали в данную программу. То есть 120 селок, центральные улицы, благодаря этой программе, они освещены. Данная программа будет продолжена и в следующем году, и в 2021 году, пока мы все не обеспечим. Что касается другой инфраструктуры, это детские сады и школы, это 36 детских садов и школ по сельской местности было отремонтировано полностью, в капитальный ремонт попали. Это 9 сельских домов культуры уже отремонтировано, и в программе еще, по-моему, 10 домов культуры, я уже говорил, на следующий год. Ремонтируются также и дороги, но не все сразу. За три года мы выложили 62 миллиона рублей именно в сельские дороги, в нашей сельской местности. Но все сразу сделать невозможно. Нерезиновый бюджет, и мы можем потратить ровно столько, сколько мы зарабатываем, не ущемляя иные, так сказать, отрасли нашего, скажем так, народного хозяйства. Кроме этого, мы ремонтируем ФАПСВА, которые также сдаются в сельской местности. Тоже без этого, я забыл этот момент сказать, тоже без этого трудно представить себе развитое село, без оказания достойной медицинской помощи. Поэтому это комплекс Сюзанна, и без этого никак нельзя. Одно нельзя оторвать от другого. И плюс, как в дополнение, сельский туризм. Это тоже развитие, тоже хорошая отрасль, тоже рабочие места в том числе. Поэтому это комплексная программа развития агропромышленного комплекса, целью которой состоит, в конечном итоге, удовлетворение потребностей государства тех же продуктов питания. Но без людей, которые работают и живут на селе, это сделать невозможно. А я все-таки схожу из той мысли, что всю потребительскую корзину мы готовы вырастить сами, сами полностью. Это овощи, это фрукты, это зерновая составляющая, это, конечно, мясо птицы, мясо крупнорогатого скота и, конечно же, молочные продукты. Мы это можем сделать. Но без развития сельских территорий это затруднительно. Поэтому придется покупать пластмассовые откуда-то из-за рубежа. Этого не хочется делать. Поэтому я рад, что у нас появились новые производства именно по переработке молока, по выработке масла и иные производства тоже открываются. Это и есть результат. Поэтому это комплексная программа, и она будет иметь только комплексный результат. И нельзя оторвать одно от другого. Это система, это системность. Поэтому я рад, что именно мы двигаемся системно в этом направлении. И вот в стратегии развития про это, кстати говоря, все сказано. Поэтому будем двигаться и будем решать проблемы. Спасибо. Пожалуйста. Владимир Николаевич, приближаются нами всеми любимые праздники. Новогодние, долгожданные, яркие такие. У всех есть свои традиции. Какие традиции в вашей семье? Как планируете праздновать? Традиции, как и любой, наверное, семьи. Это для нас это семейный праздник. С супругой, с детьми, с родителями, с внуком. Мы встречаем Новый год традиционно здесь всегда. И проводим новогодние праздники в Приднестровье. Да, и так и в этом году будет. Конечно, это ночное служение, ночная служба на Рождество в православном храме. Шестое на седьмое, это тоже понятно, тоже традиция. Это елка, это кумовья. Не без этого. Я чту традиции на сто процентов, да. Ну и вот, хотелось бы уже затронуть. Я буквально сегодня с утра подписал один указ президента, который, наверное, обрадует все здесь сидящих. Все-таки 31 число мы объявили выходным днем. Это, может быть, главный итог для сегодняшнего предкоференции. Ну, это шутка, конечно. Но, тем не менее, на какое 31 число рабочий день? Когда холодец варить? Да, когда. Поэтому и рабочего дня бы не получилось. И холодца бы тоже не успел бы застыть. Поэтому мы все-таки подумали и поручение уже правительству. Этот день 31 число мы, конечно, отработаем какую-то субботу. И я думаю, что эту субботу мы сделаем субботником. Повбираем мусор с речки Днестра, посадим деревья. То есть, переобщим народ к субботнику. Это тоже хорошо, тоже рабочий день, правильно? Чтобы потом нас не обвиняли, что мы рабочий день забрали у людей и провели субботник. Такие тоже имеются, кстати говоря, мысли у наших граждан иногда, к сожалению. Поэтому 31 декабря будут выходные дни. Да, спасибо. Да, в наступающем. Ну что, уважаемые коллеги, я смотрю, все уже устали где-то чуть-чуть. Во всяком случае, я постарался ответить в полном объеме на ваши вопросы. В полном объеме. Не уходило от ответов, я считаю. Все конкретно. Ну что хочу еще сказать, уважаемые коллеги. Немножечко внимания. Судейское сообщество, там помолчите чуть-чуть, вот потом поговорите. Вы, наверное, о делах рассуждаете, о административном производстве, все сложные вопросы. Но, тем не менее, я хочу сказать о чем. Вот смотрите. Да, мы живем в условиях непризнанности. Это такое нелегкое бремя. Это большая ответственность перед людьми. Мы взяли ответственность на себя, создать условия в Приднестровье. Даже в условиях непризнанности. Но, что самое главное для человека? Признанность, непризнанность. Ну давайте порассуждаем. Все-таки я убежден, что для человека самое главное – внутреннее состояние. А что такое внутреннее состояние? Это мир. Это безопасность и правопорядок. Это экология. Это выполнение социальных обязательств. Это развитие, в конечном итоге. Многовекторное развитие. Наверное, это главное. Ну, главное, конечно, мир. После распада Советского Союза мы наблюдаем трагедии, которые происходят, к сожалению, трагедии у наших соседей. А непризнанные – в общем нюанс. Вот непризнанная, там идет война. Спросите любого человека, который находится в этом зале, а где вы хотите жить? В непризнанном, но в мире гарантированном? Либо в признанном, но в войне? Ответ очевиден. Следовательно, удобство проживания зависит от нас, от здесь сидящих. Нет, геополитических игроков в большей степени. От нас зависит. И не надо ссылаться постоянно на какой-то внешний фактор. Надо иметь его в виду. Но работать так, чтобы мы сможем, чтобы мы сохранили мир, безопасность и правопорядок, хорошую экологию, исполнение социальных обязательств, борьбу с коррупцией и, конечно же, развитие. Это и есть главное. И это зависит от нас. Я напоминаю те принципы, которые изложены в стратегии развития нашей государственности. Это политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость. И все они лежат в основе нашей государственной идеи, согласно которой мы гарантируем нашу независимость и стремимся к обретению международного признания. Мы окончательно продолжаем формировать общность преднестровского народа, уважая языки, традиции и так далее. И мы строим социально ориентированное государство с рыночной формой экономики. И ничего меняться не будет. Это стратегия развития нашего государства. Вопрос признания. Да убежден, что время уже в обратном отчете. Признание будет, в этом не сомневайтесь. Делают просто времени. Но весь смысл в том, что не признают серых и не признают никчемных. Признают сильных, самодостаточных, прозрачных и демократичных. А эта составляющая зависит от нас, от нашей работы. То есть наше признание зависит не от какого-то дяди, а зависит от нас в первую очередь. Мы должны быть готовы к этому признанию. И вся стратегия, вся работа любого чиновника направлена на обретение признания, чтобы мы были готовы к этому моменту. А время ждет в обратном отчете. И признание будет. В этом даже не сомневайтесь. Не сомневайтесь. Поэтому, учитывая то, что мы находимся в преддверии очень красивых, добрых, душевных праздников, это Рождество Христово, это Новый год, я хочу поздравить всех присутствующих, весь предназорский народ, с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым. Пожелать хочу вам стабильности, мира в душе, гармонии, любви. Ну и мира. Мира Приднестровью. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ